Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. Очень хотели побывать возле памятника Блоку, Осипу и Надежде Мандельштам, и памятнику Бродскому в виде чемодана знаменитого, с которым он уезжал в эмиграцию. Но они находятся на территории филфака СПБГУ, и туда, к сожалению, не пускают. В связи с коронавирусом, запрет категорический. Поэтому я расскажу вам о Блоке, стоя вот здесь, возле памятнику санкт-петербургским курсантам, ну, ленинградским студентам, которых назвали универсанты. И так и памятник называется, универсантам посвящается. Красивый памятник. Но рассказывать буду о Блоке. Блок, это революционный поэт, об этом все знают. Он даже больше революционный поэт, чем Маяковский. Он принял советскую власть и стал работать в ее пользу. Но судьба поэта была очень трагичной. Революционеры эксплуатировали его как только могли. Выбирали на различные должности, пихали, потому что он был известен. Его пытались всунуть куда только можно и заставляли работать. Ему деваться некуда было, он там работал. Поэтому возрастающие нагрузки привели к тому, что он перестал сочинять. И в одном из своих писем он так и писал. Почти год, как я не принадлежу себе. Я разучился писать стихи и думать в стихах. И конец его жизни был тоже мучительным. Почему был мучительным? Многие руководители советской культуры его недолюбливали. За его талант, а, знаете, посредственно всегда завидуют таланту. И под конец жизни он остался без средств к существованию. И умер от болезней и голода. Некоторые современники даже утверждали, что под конец жизни он сошел с ума. Так что такая вот трагичная у него была жизнь. Он в 21 году уже умер. В юности мне нравились его стихи, его поэтичность. И его революционность. Но согласитесь, как красиво и романтично сказано про ресторан и красивую женщину, завладевшую вниманием поэта. Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале. Золотого, как небо, аи. Мы тогда даже не знали, что такое аи. Потом узнали, что это оказывается сорт шампанского вина. Но так красиво сказать, романтично в ресторане. Очень красиво. И еще в юности, когда мы все революционеры, нормальные люди, они все в юности революционеры. Это потом они становятся нормальными, а потом становятся консерваторами. И мне нравились его революционные стихи, призывающие к бескомпромиссности, к действиям, презирающие бессловесное стадо человеческое, болото. До сих пор помню один его стих наизусть с названием «Я вам поведал неземное». Я все сковал в воздушной мгле. В ладье топор, в мечте герои. Так я причаливал к земле. Скамья ладьи красна от крови. Моей растерзанной мечты. Но в каждом доме, в каждом крови ищу отважной красоты. Я вижу ваши девы слепы. У юношей безогнен взор. Назад, во мглу, в глухие склепы. Вам нужен бич, а не топор. И скоро я расстанусь с вами, и вы увидите меня вон там, за дымными горами, летящим в облаке огня. Но потрясающий стих. Он настолько призывает к бескомпромиссности, в движении к своей цели, к своему призванию, служению. А уже когда недавно я стал сочинять стихи для рок-н-роллов, то, конечно же, прочел еще и его знаменитую лекцию о назначении поэта, которую прочел он в 1921 году на 84-ю годовщину смерти Пушкина. И эта лекция его знаменитая. Опять-таки пронизана революционными мыслями. Ну, на мой взгляд, конечно, не та глубина понимания мира, как у Иосифа Бродского. Но все равно это была очень интересная и полезная лекция. Ну, для начинающего, будем говорить так, стихотворца. Ну вот, в этом доме жил Александр Блок. К сожалению, памятнику нам пройти не удалось, но проезжаем мимо дома, решили остановиться, показать вам памятную доску хотя бы и вывеску музея. Но сегодня мы в него попасть не сможем. Так что он здесь и жил, и умер в 1921 году. Обернувшись назад в историю русской поэзии, можно легко увидеть, что трагична судьба любого большого русского поэта. Невзгоды, гонения, непризнания, а в случае с Блоком и смерть от голода и болезней. Но мало кто из современников об этом знает. Может быть, это и хорошо, что в памяти народной остается только его прекрасная поэзия. Что эта избирательность человеческой памяти защищает наше сознание от плохих воспоминаний. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук.